Так, время вопросов. Значит, какие вопросы? У меня тут тоже есть вопросы, я подготовил. Вот в книге Иоиля 2 глава 32 стих сказано, и будет всякий, кто призовет... Так, нет, прошу прощения. А, вот, вот, Амос, 6 глава, 10 стих. И возьмет их родственник их, или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме, есть ли у тебя еще кто? Тот ответит, нет никого, и скажет, все, внимание, молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. Вот вопрос, почему нельзя упоминать имени Господня, когда вся Библия говорит, призовите имя Господне? Ну, то, что говорит, такая беда случилась, здесь два варианта. Один вариант тот, что мы недостойны упоминать, а второе, мы Богу не нужны, он нам врагом стал, зачем его упоминать? Потому что все умерли, голод. А тут, кроме голода, может быть разная ковида и прочая зараза. И поэтому, чтобы заразу не распространять, они сожигали. И поэтому не призывайте. Это не одобряется, но именно так говорят. Так говорят люди, дошедшие до отчаяния. Остались в доме. Кто еще есть? Никого нету. Умерли, сожгли. Кремация, везде дым идет. Сжигают освенцем. Больше тут ничего нету. Тут все сказано. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Еще другой вопрос. Вот мне попадались такие люди, и мало их было. Они думают, что не все могут исполнять заповеди и жить по ним. Это люди думают так. На каком основании? Зачем бы Господь давал заповеди, если они невыполнимые? Будьте святы, как я свят. Это высшая шкала. И, однако, ее никто не заменял. А может быть, святой, как Господь, нельзя. Это не мысли. Мы даже ангелы этого не могут поставить. А нам поставлена вот такая планка. То есть, сколько бы ты ни делал, ты все понимаешь, ничтожества нету. И святые-то, которых прославляют, там нахваливают, а они-то себя так не чувствовали. Перед Богом вся Вселенная со всеми миллиардами светил ничто. Пусто. И мы должны согласиться с этим. Все. Да, благодарю. Аллилуйя. Почему у людей есть страх к благовестникам? Вот их научили родители или кто, я не знаю, там, что Евангелие разносят только сектанты. Как их убедить? То есть, если они будут шарахаться от благовестников, то погибнут? Погибнут. Как их научить различать благовестника верного Христу от благовестника сектанта? Очень даже просто. Вот мы были в Грузии, и там первый раз я там был. А Тесноум-то еще был просто прихожанин. И вот Гога, дядя Гога, это у баптистов пресвитер. Ну, по их пресвитер, а по нашему-то никто, самозванец. И вот они договорились с патриархом Ильей. Тогда, кажется, другой, что ли, патриарх был? Нет, тот самый, Илья был. И договорились, что там у них сегодня есть. Вот баптист туда приходит и говорит проповедь. А православному баптистов хорошее дело. Они воздерживались как. Ну, мы когда его посетили, это Гога, он лежал больной уже. И вот одна бабушка подошла к нему и говорит. Ты выходишь, говоришь-то, почему на тебя нет этой одежды? Перекрестись. А у них же не принято, они перекрестился. Ну, и дело развернулось так, что на патриарха поднялись. И кого ты посылаешь-то? Кто тут проповедует-то? Еретика прикрыли. А он теперь болеет и говорит. Я бы сейчас и перекрестился, все сделал, если можно было вернуть. Но уже не вернешь ничего. Было расстроено. Такой же в городе Прокопьевск отец Александр Пивоваров договаривался где-то. Я также договаривался. Вы у нас будете выходить, потому что в храме нельзя, а в трапезной. Изберите тему поровну. Допустим, ты сейчас говоришь, я у вас буду. У вас как в собрании разрешается. Договорились, договорились. Как до дела дошло, все на попитную. Не под каким видом. Мы договорились с адвентистами седьмого дня. Так же было и с баптистами. Договорились, все. Но когда сказали, а кто от вас будет? А то в Новосибирске было. Ну, тот не договорил. Дзял и назвал, что я буду. Они сразу на попитную, все, не под каким видом. Вот и все. А почему? Господь внушает. И Господь Духом Святым показывает, настоящий или ненастоящий. Меня все удивляют такие, как Яр Николаевич Пейси. Любимый мой, хороший мой. Ну, как ему непонятно-то было, что это не церковь. Так как они понимают, они могли показать 1639 год Роджерс. Первая община баптистов. Ну, а как до этого она была? Где они были баптисты? В 15 веке. В 14-м, в 13-м. Ну, они же знают, что ни одного не было. И церковь сосновал Христос. Не церкви, а церковь. Как они это не понимают? Никак. И при том человек очень хороший. Вот он, когда познакомились мы с ним ближе, Яр Николаевич, он попросил выслать ему мои проповеди. Ну, я послал ему книгу для «Слова Божия нет уст». Вот готовимся к изданию. Мы, говорит, со слезами все слушали. Ну, то есть, отличные отношения. Православие они принимают. И при том, дети его здесь, в Москве, и там тоже радиопередачи идут. И дети-то все хорошие. Правильно проповедуют о Святой Троице, и все. Ну, не церковь. Таинства ни одного нету. Как это может быть? Вот до конца скажут, вы понимаете, не понимаю. Не понимаю. Значит, где-то свое «я» запечатывает. Дух Божий не может человека держать во тьме. Я его первый раз услышал, когда с корабля он приходил, где уверовал. Ну, и они там Еремеева включали. Я его проповедь слышал и очень полюбил. Другой-то я не слышал тогда. И вот определить истинного проповедника от фальшивого. Первые христиане у них, ну, слабые были. Так, если бродящие проповедники, бродящие назывались. То есть, у них ни храма не было, ничего. Если один день он, два дня, это настоящий. Если на третий день, гоните в шею его. Если просят хлеба на дорогу, дайте. Если просят денег, прогоните. Как все просто было. Вот так. А-то прямо в дедахе написано. А вы могли бы определить? Ну, сказать, что он лукавит. Если да, он может представиться так. Я верующий, может, еще. Ну, и начал говорить, там, цыган. Они прям баптисты, из-за него. Ой, баптистки, там, пресс-фитеры поднялись. А, смотрите, цыган. Он у православных не будет. Он к нам пришел. И вот верующие ко мне на работу привели. Его. Этого, их пресс-фитера, цыгана. Я говорю, в первую очередь, это цыган. А ну, давай поговорим. Ну, раз они привели, можно говорить. Но они, братья, стоят где-то. Ну, я сразу ему. Если он священник, он знает теперь, какие восклицания делать. Какие возрасты. Я его спросил. Сугубо их, не я. Он сразу поплыл. Не знает. Ну, как быстро меня раскололи, говорит. Я говорю, а теперь пойдем рядом в милицию, в милицию. Ну, и который посылал знакомый-то. Я его по телефону. Слушай, что он говорит. Он сразу на милиционера. Да я ничего не говорил. Это они обманывают. Это меня они обозвали. Я никогда верующим не был. Как он поднялся. А я теперь тому баптисту по телефону говорю, слушай, обращенный пресс-фитер, говорит с тобой, цыган. Я один раз встретил цыгана верующая. А кем он работает? На барабане играет. А она цыганка. А цена работает где-то там в ресторане. Ну, по специальности цыган. Так что, если ты верующий, православный. Про Мирянин, то еще труднее. А так можно узнать. Не знаю. Я, например, узнавать, как он писание знает. Тут на этом его не возьмешь. Я его по богослужению. Вопрос за вопросом. И он поплыл, поплыл и все. И сразу сознался. Я обманывал вас. Ну, вот так. А почему они, когда начинают разговор вести? Ну, я имею ввиду и протестанты. Они сразу начинают. А почему, говорит, вы поклоняетесь иконам? И ведь сказано, не сотвори себе кумира. А у нас он не кумир. Во-первых, не кумир. А просто всего рассуждать. Я вот в университете, где я на доске показываю. Не сотвори себе кумира. 20 глава, 4 стих. Исход книги. Не того, что на небе, не того, что на звезды. Что на небе? Перечисляй. Солнце, луна, звезды, еще что. Херувимы, Серапимы. Я гляжу, он уже насторожился. Не делай. Делать или не делать? Ну, не... Нет, сначала не делай. Давай договоримся. Все. А в 25 главе говорит, сделай два Херувима. Да мало того, 47-15 из Икииля. Я говорю, а Христос какой храм пришел? Соломонов. А считай теперь 25 главу 2 Паралипоминонта. Храм разрушен. И море медное разрушено. Да как где он был? Вот это и оно. Вот это из Икииля. Открывай теперь. Ну и теперь открываем. Так вот этот храм 2 Зарвавелев называется. По устроителю. И дело в том, что Христос говорит, дом мой. Дом молитвы наречется. А там повеление прямое было. Сделай изображение Херувимов. Внутри и снаружи резные изображения от пола до потолка. От пола до потолка. Изображение это греческое слово икон. Икона. Икона. Но сначала не сделай. Давайте договоримся. Сделай правильно или нет. Господь говорит, мой дом. Все. А вот теперь дальше какое поклонение? Если поклонения как к живому предмету нету. А это изображение только. Изображение. Чтобы настрой был. Видел. Но как у православных-то ходят, лбами тыщутся. Это тоже неправильно. Есть оно? Есть. Мы не против. Вот и уходим, когда мы уже из храма. В это время последняя на аналое лежит икона. Крест или Евангелие. И к иконе прислоняемся. Сулуи. Воздавая честь первообразу. Через иконы мы никого не привели, а потеряли многих. Вот так. А вот такой был иконоборец, левый, саврянин. А он не был иконоборец. Это обман. Он говорит, надо поднять повыше, чтобы не ходили, не тыкались у него. А то Георгий Победоносец съедет, а икона большая. И достают только внизу. Бабка целует Георгий. Я говорю, ты посмотри, что целуешь-то. Ты змея целуешь. Змей поражает дракона. Она теперь не стала подходить. Изображен. А Георгий-то на коне. А на коне-то высокий, там храм высокий. Это же все просто. Мы тоже за границу заходим. Уже празднует не Богородица, а Казанская икона, Иверская икона. Прямо называется. Празднование икония. А это, хотя мы и признаем, я православный. С нас и спрос такой. Но празднования никакого нет. А вот чудотворная Владимирская икона, она там три раза ее привозили в Москву, она спасала от нашествия Батея, от Мамая, там перечисляют. Икона спасала. Но тут нас уже за шиворот можно брать живьем. Помогал Христос. А икона чудотворная, то есть с приходом этой иконы Господь доявил силу свою. Ну, не трудно же сказать. Крестовое движение, крест нашли. Да никто его не нашел. Это все придумано. Это открытие храма, который Елена построила. История-то показывает. А вот два положили. Там кресты были, кресты ложили на покойника. Одни говорят, он воскрес. Другие говорят, на больного, что выздоровел. Нам это нужно. То есть надо для себя хотя бы знать, где у нас зашкаливает. Неправда никогда не поможет. А вот с такими праздниками, вот возьмите праздники Успения Божией Матери. Я не против. Только я говорю, что Успение, Рождение Божией Матери везде считается одной и той же. Почему? Ни одной буковки на Благовещение есть, и все на этом. И Божья Матерь, как будто нигде ее нету. И говорит Христос, Жена, женщина называет ее, не девой. Она по полу. Когда на кресте распятый был, Жена, все сын твой. Надо все-таки смотреть, считать внимательно. Почему одно и то же считается? Женщина, которая воскликнула, блаженно щрево тебя носившая. А блаженно, говорит, верующие, исполняющие. И главное, на рождение и на смерть, то есть Успение Божией Матери считается одно и то же. Это Иванушка Дурачок в сказке такой, его били за это. Был всего один праздник, Богоявление, начало проповеди Христовой. А тут надо 12 сделать. Ну и пошли. И что какое? Сретение. Кто? Какое ко мне сретение имеет отношение? Какое конкретно? Ну а вот Симеон. Да это Симеону сретение-то, что он устал жить. И он понял, что все увидел, умрет. Ну мы-то что получили от сретения-то? Почему не сделать сретение? В Дамаск Павел идет. Вот. Мы могли подражать, а там не подражать ничего нельзя. Как Мария Египетская. 47 лет была в пустыне. За 1300 лет ни одного подражателя. Мертвая зона. Я говорю с вами, со всеми. Я признаю, когда нужно, но я же должен рассуждать. Задуматься надо, кто натолкал это. Все монашество. Монахи. Я вот задаю маленькую загадку всем. Если кто знает, молчи, а то двойку поставим. Кто в Ветхом Завете самая важная личность, больше всех сделал, за которым нет никакого греха? Как за Давидом. Два смертных греха. Кто такой? Как его имя? И почему его в святцах нету? Второй вопрос. Второй вопрос. Вам слышно меня? Слышно. Слышно. Давайте теперь. Кто это в Ветхом Завете больше всех сделал? Больше всех. И никакого, нигде нету, чтобы хоть занозинка была, сказали. И самое страшное, что его нету в святцах. В честь его и называть-то кого? Его нету. Ну, теперь один есть. Батюшка крестил с этим именем. Думаем, что у нас... А? Надежда, ты благодатьская. Умница. Так, скажи, еще раз громко назови. Кто он? Ездра. Правильно. Что он сделал? Какие заслуги у него перед народом Божьим? И заслуги перед нами. Какая у него должность, какой класс? Кем он был? Он собрал книги Ветхого Завета. Благодаря ему у нас Библия есть. Но это не все. Три книги у него, его книги, его авторством. Три книги в Ветхом Завете. Далее. Выпросил, народ вывел из плена. Это высказать нельзя. Ни одного человека, весь народ вывел. И далее. Отстроил город. И за ним ничего нигде нет. А почему нету? Монахи. От великой, страшной, бесовской зависти. Потому что в сравнении с ним мы ничто. И все, его заткнули. И главное. Герасим Петрович Павский. Вот у нас Евангелие от Матфея. Псалтырь вся. Это он перевел. Он, профессор, воспитатель царских детей. Герасим. И его не канонизировали ничего. Профессор духовной академии. Воспитатель царских детей. А в пустыне жил один. У него там занозу вытащил у льва. И на льве воду возил. И когда он умер, то змей поднялся, говорит, на задние ноги. Ударился об землю. Сдох. Один лев был и тот самоубийца. Его святой. В честь кого? Герасим. Ну, Муму. Тургенева. В честь его. А Герасим Петрович Павский. Его нету. И это наше. Когда Герасим Петрович Павский перевел Ветхий Завет, а студенты, семинаристы, академия, его налитографировали, 500 экземпляров, говорят, для лучшего разумения, понимания Библии. То есть академисты. Семинария за плечами. Для лучшего разумения. Про народ-то что было говорить? Так подняли какую бучу? Царь не может его спасти. Из рук вырывают. Все, которые изъяли, что он перевел, сожгли. Три экземпляра успели студенты, семинаристы спрятать. Потом сгодятся они. В 1876 году. Вот как. Это мы, русские. Говорят, а у греков что-то лучше было? Лучше. Вначале, когда переводить, то поддержал патриарх на греческий язык. И они его задушили. Патриарха. То есть везде рука дьявола. А мы имеем Библию. Лучший перевод в мире за всю мировую историю. Четыре духовные академии переводили. Двое переводчиков уже канонизированы. Филарет, московский митрополит. И глухарев. Макарий. Алтайский. Архимандрит. Вот так. Ну все, наверное, уже прошли. Спаси Христос, Игнатий Иванович. Сказали-то немного. Видишь, ты меня не трогай. Я как по морю поплыву. А один говорит, вот да. Сечет река. А то нам все полезно знать. Говорят, передали, что к истинному православию начали печатать. Так что вот-вот выйдет. И сразу для Слова Божьего не отутся. На этом конец. Теперь нам нужно подумать. Близко знакомые, кто есть, его будут везти сюда. Мы издавали, больше трех тысяч экземпляров не было. В начале издавали, я издал сам. Одна тысяча, второй был три тысячи, сейчас пять тысяч. И тем более, оно чуть не в два раза больше стало. Нужна дорога, чтобы которых мы людей знаем, на пути из Москвы, ну Можайск. Чтобы оставляли у себя хотя бы по пятьсот экземпляров. Там легче посылать куда-то, а потом перевод там перечислить куда надо. Это Елена Глазищук знает. Надо думать сейчас, уже надо думать, где можно сбросить. Но меня-то все не надо. У меня и некуда. А до этого я издавал все один. Один. Тридцать томов, открытым оком. Тридцать по тысяче. Ну и другие книги. Трехтомник. К истинному православию. Для Слова Божьего нету. Плюс тоже 752 страницы. Так же самое. Вот надо где-то попутно скидывать. Уже мы договорились. В Москве и в Казани. По пятьсот хотят взять. По пятьсот. Еще бы где-то, хотя бы две, по пятьсот. Я тихонько могу у себя, если позволите. Далековато от дороги. Вот туда не поедет. Они привозят на специальный контейнер у них. Они привозят сами. Платить в прошлый раз. Платили за подвозку с Можайска до нас. 220 тысяч. Ужас один. И где деньги-то брать, если не... Вот в Ветхом Завете, сказать, те мои, когда один был, я... Сколько у меня? Почти 70% только раздал по библиотекам бесплатно. А остатки вот продавали. Помаленьку накопили, начали издавать. Поэтому книги можно заказывать. Вот трехтомник, который вышел. Трехтомник. Пять пятьсот. Проповедь в стихах. Четырехтомник. Восемь восемьсот. Ну, это Елена уже объявляла. А вот который выйдет сейчас... Больше стал. Две двести. К истинному православию. Ну, почти в два раза. Тут был четыреста восемьдесят, наверное. А это будет восемьсот восемьдесят. Пока возможность есть. И надо не так. Один экземпляр взял и заглох. Почему мне нужно было тысячи? Поэтому и люди получали, и приезжали. О! Ездра вышел. Вот он, живой. Ездра, дорогой друг, покажись еще раз. Вот он где. Посмотрите на него. Он один на всю, говорится, православную церковь. Думаем, что у нас будет здесь тоже. Вот она. Дорогой наш брат Ездра. Ну, вопросов-то и нету больше. Можно один вопрос? Можно один и два. Я на днях слушал третью книгу Ездры, вроде. И при конце там уже про Орла говорится. Про Босинкерев Орла. И что? Я хочу спросить, какое толкование на вот это вот есть. Ну, это вы берете из третьей Ездры. Так. А не надо толковать ее. Все, что там есть, о прошлом говорится. Когда я узнал, я не стал ничего запоминать. Зачем? Святые отцы его не растолковывают. Но главное, что там Лопухин или кто-то там еще был. Показали, что все это в прошлом. Так что, было государство, не было. Никакой роли на нас не играет. Всего спасибо. Да, да. Третью Ездру не пытайтесь. Не надо. Можем ошибиться. А зачем нам это? В прошлом... Я так... Восемь перышков так... Да, 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 да. Интересно было это. Третья Ездра. 11.32, кажется. Единственное место во всей Библии, где говорится, что земля... Это шар земной. Ну-ка, кто-нибудь откройте. 11.32, я, может быть, ошибаюсь. Третья Ездра. Внезапно, видишь, как возникло. Никто не найдет, наверное. Эта голова устрашила всю землю и владычествовала над обитателями земли с великим угнетением. И удерживала власть на земном шаре. Ну, значит, правильно. Вот видите, это одно место, где говорится земной шар. А которые плоскоземельщики-то, они говорят, это не каноническая книга, считать не надо. Почему? Считать надо. Тем более, это истина. На всем земном шаре. Ну, а у Исаии, когда считаем, говорит, восседает над кругом земным. Исаии говорит, это Иов говорит, а теперь землю повесил ни на чем. Все сходится. Сверху и Луна кажется, как диск. Так, вопросы? Многие люди думают, что земля плоская. Да не так и многие. Доказательства надо, только не даром. Я могу согласиться. Легко докажу ему. Докажу. Он обязательно поверит. Но только это надо деньги. Поехать надо куда-то. На Байкал, когда он застынет. И вот мы заранее материю возьмем. Составим квадрат 2 на 2 метра. Красная. И человек будет видеть на 4 километра 800 метров. А 850 метров уже не видно. Но если на табуретку встанет, видно. Вот и весь ответ. А почему? Потому что горбом земля-то. А если она плоская, она за миллион километров будет так видать. И солнце. Как так? Так, у нас сейчас... Где солнце-то? А в Америке только восходит. В Японии. Страна восходящего солнца. Если оно плоское, так вот хоть как плоское. Солнце-то одно, оно же намного от нас далекое. Там 125, кажется, миллионов. Вот и все. Доказывать очень легко. Это упрямство только. Упрямство не человеческое, хохлядское. Так, все, наверное. Вопросы есть, братья, еще? Ну, братья у себя нету. Пускай сестры задают. Или сестры, да. Сестры, братья. Боятся, наверное? Боятся, да. Знатий Тихонович, с мир вам. С миром. Вопрос о том, у меня соседка, бабушка, сына похоронили. Они его нашли дома. Несколько дней он пролежал. Его пришлось кремировать. А человек, с которым она сожительствует, сын его сказал священникам, что он попал, ее сын попал в ад. Это правда, что если человека кремируют, то он обязательно в ад попадает? Нет, такого нигде не написано. Бывает не по его воле. Первых христиан сжигали, бросали костью, а они светились ночью. Это в житиях святых. Я могу это все открыть. У меня симфония на житиях святых. Никак нет. Вот если сам это делает, это неправильно. В прах ты и в прах возвратишься. Не в печь. В прах. Это нарушение самой первой заповеди. В раю. В прах ты, то есть тонкий слой пыли, и в прах возвратишься. Тело разлагается на сосновные элементы, еще состоит земля. Даже кости все отгнивают. Понятно. Благодарю. Аллилуйя. Есть страна такая, это кажется Таиланд, у них ни одного кладбища нет. Как человек умирает, а у них там крыши плоские, его туда ставят на постаменте, голову, и рядом разжигают солому, чтобы кондоры, эти птицы-то издалека увидели грифы. И они налетают, его съедают. А кости там, кажется, сжигают, и все. Нету ни одного кладбища. Мы, когда в миссионерской поездке были, я составил завещание о смерти своей. Перевод сделали на немецкий, английский, французский. Заплатить пришлось. То есть, как меня привезти обратно, похоронить возле мамы. Что интересно, опыты. Когда проводами разными клеммы ставят на человека и в печь его заталкивают, а он же в гробу, то ровная линия, биение сердца, ровная линия. Но как только гореть начинает, синусоида бьет вот так вот. Как труп. А трупа-то ничего не может быть-то. И вот Георгий Константинович Жуков, сколько он не пытался убеждать, что я не хочу сожженным быть маршалом. Маршал Победы называют его, а другие называют его кровожадный там мясник. Ну и сожгли же его. По военных сжигают. Ну интересно, вот как он, никаких нарицаний нету. А этот, не жаляет солдат, бабы новых нарожают. А Константин Константинович Рокоссовский за каждого солдата боролся. И чтобы его не сожгли, он сказал, меня похороните на Мамовоем кургане, где воевали. Вот умница какой, догадался. А завещание его никто так не сделал. Военных сжигают. Почему? Потому что много крови пролили. Вероятно, и так. Ну а как вы думаете, спасен? Я что буду думать? Не знаю, суд покажет. Второе, Коринцам, пятая глава, десятый стих. Прочтите кто-нибудь. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он сделал, живя в теле, доброе или худое. Так нет. Совершенно верно. Ну вот так. Совершенно верно. Не перепутал словами там? Попутно. Ну там надо сначала «ибо» сказать. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христовым. Так что меня... С меня по полной программе можно не спрашивать. Я могу и слова переставить. Мне льготы. Когда будет человек ослабевать, говорит, памятью под старость, так не упрекай его. Ты сам не знаешь, из какого коры-то будешь есть. Ну вот такое дело. Так, никого нет больше? Наверное, надо выбирать, кому молиться. Возначайте, Игнат Тихонович. Слушаюсь и повинуюсь. Так, минутку. Ирина Кондратюк здесь? Здесь. Миленькая. Ну, братья пропоют, вы тогда кратко помолитесь и в конце прославьтесь Ту и Троицу. И громко «Аминь» скажите, чтобы я слышал. И все говорите «Аминь». А молитва будет Ваша. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть я, кого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления Бога, Слово Рошую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, благодарим Тебя за все, что Ты даруешь нам. Благодарим Тебя за это занятие, за научение и общение Слове Божием, за братьев, объясняющих Твое слово, за брата Александра. Благослови его, Господи. Господи, дай нам веру живую и даруй нам возможность нести Слово Твое другим людям. Господи, благодарю Тебя за наставника и Духовного Отца Игнатия Тихоновича, за проповеди его, за наставления, за труды его по Слову Божьему и за возможность издать эти труды, книги. Помоги закончить нам это благое дело по переизданию его трудов. Господи, и посети всех братьев и сестер нашего интернет-содружества милостью Своей. Помоги, в чем нуждаются. И веди нас всех путем спасения и доведи до Царствия Небесного. Ты сам знаешь, какими путями. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спасибо Христос. Аминь. Спасибо Христос. За наставления. Аминь. Спасибо Христос. Благодарим.